Интернет-магазин fanatic.club. Это приманки из съедобного силикона, различных форм и размеров по низким ценам. Ссылка на магазин в описании под видео. Здарова народ, Сибиряк 207 с вами. В этом видео я вам хочу рассказать про вот такую вот катушку. Это Shimano Vanquish в размере 2000s 2012 года выпуска. Это не самый новый Vanquish на данный момент, а получается предыдущее поколение. Это в принципе самый первый Vanquish, который появился, так как до этой модели у Shimano в линейке был магниевый Twin Power. Ну так вот, данную катушку я приобрел получается в начале осени или даже наверное в конце лета 2016 года. Отловил с ней довольно-таки много рыбалок. Не торопился снимать первичный обзор. Хотя в комментариях вы довольно часто спрашивали про нее, когда уже обзор, когда обзор. Но так как катушка уже снята с производства и в продаже сейчас можно найти ее только где-то на остатках. То есть у кого она осталась из продавцов. А в производстве сейчас в активной продаже 16 Vanquish не было смысла делать какой-то быстренький обзор, так как про катушку уже много отзывов, много и видео, и статей, и обзоров. В общем информации хватает. И вот сейчас будет уже более-менее полноценный мой отзыв, уже исходя из практики использования, что я думаю о данном механизме, о данной машинке. Вот такие вот она имеет технические характеристики. Передаточное число здесь стандартное для катушек Shimano. То есть 5,2 у них обычно такая вот средняя передатка. Фрикционный тормоз от 2,5 до 4 кг, то есть 2,5 это средняя рабочая усилия, 4 это максимум, если мы затянем до упора. Масса 185 граммов, 12 плюс 1 подшипников, 70 сантиметров она выматывает за один оборот. Кто следит за моим каналом, помнит, что я делал обзор катушки Shimano Saare C4 Plus в размере C2000. Я пробовал ее использовать на ультралайте, но мне она не понравилась, в первую очередь из-за того, что она какая-то слишком маленькая, из-за чего она медленно выматывает шнур и слишком легкая. Я начал искать катушки дальше. Напомню, что ранее я пользовался катушкой Shimano Rarineum. Использовал ее в ультралайтовой рыбалке, ну и иногда в лайтовых рыбалках. Сейчас мне захотелось, во-первых, катушку классом повыше, а во-вторых, катушку немножко меньше по габаритам, так как Rarineum он все-таки 2500 и на деликатных палочках ультралайтовых смотрится и как-то вот ощущается как-то немного громоздким что ли. Хотелось снасть такую более аккуратную, так как покупая дорогие катушки, все-таки ты смотришь обычно не только на технические характеристики, ну и на такую эстетическую составляющую. Для меня она, по крайней мере, очень важна. От рыбалки я хочу получать всегда в удовольствие максимум и от самого процесса, и от непосредственно снастей. Ну, такой вот фетишизм в какой-то степени. Катушка комплектуется... О, вылетели. Как стандартно для Shimano это шайбы регулировочные для того, чтобы намотку выстроить правильно. Вот они тут вывалились. Тут схемы. Ну, в принципе, больше здесь коробочки у нас ничего нет. Интересного такого. Плюс у данной катушки идет такой вот мягкий кофр. В отличие от Ванквиша 16-го года, здесь этот кофр есть. У Ванквиша 16-го года есть только такой тряпичный чехольчик простенький, как вот у Рорениума. В этом плане катушку дешевили. И, скажем так, это первый повод, почему я купил именно 12-й Ванквиш, а не 16-й. Но далеко не единственный, не только из-за чехольчика, конечно же. Чехол у нас вот такой вот. У него имеется здесь два отделения. Одно отделение специально для ручки катушки, второе непосредственно для самой катушки. Так как ручка у нас транспортируется только отдельно, то нужен отдельный кармашек, чтобы она не царапала, собственно, саму катушку. Ну и вот он, герой нашего видео. Ванквиш в размере 2000s. Ручка у него такая вот цельная, она не складывается. Она у нас, по-моему, на двух подшипниках. Подшипники здесь поставлены, по-моему, везде, где только можно. Добавить можно подшипник только в ролик лесоукладывателя. То есть, в ролике он здесь стоит подшипник один. Ну, при желании, можно сделать ему такой небольшой тюнинг, поставить сюда два подшипника. Я пока что об этом не думал, хотя, возможно, в будущем и сделаю такой вот небольшой тюнинг данной катушки. Почему именно этот Ванквиш, а, допустим, не новый? В первую очередь, мне понравился типоразмер данной катушки. Если вы все-таки обратили внимание, это не C2000s, это 2000s. Уникальность всего в том, что катушка имеет у нас корпус и механизм от размера 2500. При этом ротор и шпуля, они идут такого промежуточного размера. Они ближе к классическому там C2000s, но чуть-чуть побольше. Чтобы не быть голоснованным, я могу примерно вот вам сравнить элементарно Raranium и Ванквиш. То есть, видно, что корпуса у этих катушек одинаковые. Raranium у меня в размере 2500s, как раз таки, да? Видно, что корпуса одинаковые. При этом ротор, он здесь поменьше. Он уникального размера у Ванквиша, то есть, именно для 2000-ников такие роторы делаются. И еще, насколько я знаю, для размера C2500HGS еще такой вот размер у них есть. Для них еще делается такой вот ротор. И сама по себе шпуля. Она тоже здесь немножко поменьше. Она меньше получается по диаметру, но при этом она по диаметру на 1 мм больше, чем у шпули C2000s. То есть, опять же, промежуточный размер между C2000s и C2500s. Вот. Лесопроем, вот эта вот ширина между бортиками катушки, она одинаковая с D500s. Таким образом, катушка по большому счету просто имеет такой более узкий ротор и более узкую шпулю. Но лесопроем остался прежний, благодаря чему дальность заброса, можно сказать, сохраняется. Я не могу сказать, что я прям потерял в дальности, поставив вот такую вот шпулю. Так как на ультралайтовых спиннингах кольца обычно входные маленькие. И увеличение шпули, оно там не дает особого прироста. Это во-первых. А во-вторых, мы используем очень тонкие шнуры. И на тонких шнурах увеличение размера шпули, она опять же чувствуется минимально. Чем толще шнур, тем это вот выразительнее будет разница между маленькой и большой шпулей. Здесь этого нету. При этом катушка вот в таком вот размере на ультралайтовом спиннинге, на мой взгляд, выглядит гораздо гармоничнее, нежели вот такая. Особенно когда ренюм с полной шпулей шнура, выглядит он уже таким не ультралайтовым совсем. Это получается такая компактненькая, аккуратная катушечка. Вот. Что про нее можно сказать, в принципе, про саму катушку? Кстати говоря, еще один момент, почему я взял именно этот Vanquish, а не 16-й. Наличие подшипника в задней опоре бесконечника. Ну или как-то так это называется, я в технических терминах не очень силен. В общем, у Vanquish этот подшипник забрали, у него 11 плюс 1, здесь 12 плюс 1. То есть здесь этот подшипник сохранили. И по сути здесь число подшипников от Stela отличается, по-моему, на один подшипник всего лишь. Практически та же Stela по количеству шаров. Вот. Но, конечно, по надежности все-таки это не Stela, она у нас цельнометаллическая. Vanquish же имеет, почему он, скажем так, интереснее, чем тот же Rhenium, да, хотя, допустим, вес у них одинаковый. Rhenium это целиком пластиковая катушка, ну как углепластиковая, то есть композитный материал C4+, и корпус, и ротор у нее изготовлены из этого материала. У Vanquish корпус изготовлен из, получается, магниевого сплава, то есть там какой-то металл вместе с магнием. Благодаря чему корпус у нас жесткий, прочный, но легкий. То есть этот металл по весу примерно такой же, как пластик C4+, но, извините меня, это металл со всеми вытекающими. И вот само ощущение работы такой вот катушки металлической мне нравится больше, нежели от пластиковой. Есть какое-то в ней ощущение такой жесткости, надежности. Ну, это чисто на уровне субъективизма, так как многие рыболовы знают, что как бы вообще абсолютно без разницы, пластиковая она или металлическая, лишь бы была легкой. Ну, мне вот нравятся катушки в металле. Вот. Ход, конечно, у катушки очень легкий, мягкий. Тут как бы бесспорно. В этом плане, конечно, все здорово. Сами видите, легко вращается. Под собственным весом ручки он проворачивается. Хотя, когда он пришел, у меня было ощущение, что катушка недосмазана. То есть, немножко она так шелестит. Есть какая-то такая жесткость хода. Не та, которая за счет металлического корпуса, а именно вот как за счет какая-то шероховатость в работе механизма. Как будто бы не доложили сюда смазки. Но есть у меня план отправить эту катушку на техническое обслуживание. Кстати говоря, так как я делаю обзоры по катушкам чисто исходя из практики, то есть, с вами делюсь впечатлениями, да, какими-то такими отдельными моментами, может быть, техническими. Если вам интересно посмотреть эту катушку изнутри, что она из себя представляет, в подсказках вы сможете найти ссылку на видеообзор детальный, вплоть до каждого винтика и болтика этой катушки на канале Александра Тайменя. Он занимается техническим обслуживанием, катушек разбирает, их на видео показывает. То есть, если интересно посмотреть, из чего он состоит внутри, то есть, каждый элемент, заходите в это видео и смотрите, там детальный обзор. Вот, я же обычно говорю все из практики. Про плавность хода сказал. Ход, конечно, легкий, мягкий, да, но вот как ни крути, как бы, допустим, я не любил катушки Шимана, надо отдать должное, что у катушек Дайва все равно старт легче. То есть, не именно плавность хода, как начинаешь крутить, конечно, ход очень легенький, тут без разговоров, да. А именно вот момент старта. То есть, катушка заводится, ну, чуть тяжелее, чем Дайва. Она заводится легко, да, но если вы возьмете рядом катушку Дайва, то старт у нее почему-то ощущается легче. Вот легче, как говорится, нажимает, вот первое стартовое усилие отдается. Если даже сравнить с тем же СерТейтом, который у меня есть 2508, то даже как-то на нем старт немножко легче. Ну, по крайней мере, ощущения у меня вот такие же, и я не единственный, кто так считает. То есть, довольно-таки много рыбаков, любителей Дайва, именно за эту Дайву любят, что вот у них такая вот прям легкий старт. Вот. Корпус у него металлический, ротор у него идет из материала C4+, Magnum Light, ротор сверхлегкий. То есть, ротор точно такой же, как на катушке Rarineum, ну, как и на всех катушках сейчас современных у Shimano. Вот этот легенький пластиковый ротор. То есть, катушка хоть и в металлическом корпусе, но все же, в первую очередь, не для больших нагрузок. Здесь металлический корпус, на мой взгляд, нужен для долговечной работы, для какой-то надежности именно самого механизма, чтобы все жестко сидело. Вот именно для этого, а не для того, чтобы использовать ее на больших нагрузках. Конечно, Ванквиш, он будет, наверное, немножко поживучей в плане нагрузок, и его можно будет использовать с большими весами, нежели Rarineum в аналогичном размере, да? Ну, я бы не стал переусердствовать. То есть, все-таки, это облегченная версия того же Twina в свое время получилась, да? Twin у нас там цельнометаллический, весь такой крепкий, а Ванквиш, хотя бы за счет того, что ротор у него уже пластиковый, не для больших нагрузок, на мой взгляд. Вот. Ротор пластиковый, шпуль у него тоже очень легкая. Фрикцион. Такой вот у него звук, такой вот звук шпули. В подшпульном узле имеется шарикоподшипник. То есть, здесь, как я уже сказал, подшипники есть везде. Сейчас я откручу. Вот он, пожалуйста, шарикоподшипник здесь имеется, как положено. Имеется подшипник в самой шпуле, там внутри, где диски фрикционные стоят. Благодаря чему работа фрикциона у катушки очень легкая, плавная. То есть, в плане фрикциона у меня каких-либо претензий абсолютно нет. Вот так вот катушка укладывает шнур. Это шнур Sunline Small Game в размере 0,3 по японской нумерации. То есть, ну, укладка меня полностью устраивает. И в эстетическом плане, как катушка укладывает, и в плане сброса петель, которые у нее, в принципе, отсутствуют. Катушкой я отловил, наверное, с десяток рыбалок. Ни одной петли у меня с ней не было. Но и ловил я со шнуром 0,4. Тот 0,4 я шнур убрал. Это был Sunline X-Cast. По каким причинам, смотрите, в подсказках оставлю видео. То есть, я обзор на тот шнур снимал. Сейчас намотал сюда Small Game. Заказал на эту катушку себе вторую родную шпулю под шнурочек где-нибудь в размерности 0,5-0,6 отдельно, чтобы в воблеры дергать. Так как 0,3 он все-таки микроджиговый шнур, очень тоненький. Для воблеров хочется немножко покрепче, потолще. Ну, вот такие вот пироги. То есть, еще раз повторю причины. Почему именно Ванквиш 12? Очень часто просто меня спрашивают в комментариях, а не 16. Во-первых, и самых главных, это уникальный размер. У 16-го Ванквиша нету такого размера 2000S. То есть, размер хитрый. У нас катушка, с одной стороны, ну, легкая. 185 граммов это немного. Не сверхлегкий вес, да, пускай, среди таких вот дорогих катушек. Но он такой, золотая середина, на мой взгляд, для ультралайта-лайта. Катушка получается легкой, катушка получается, с другой стороны, мощной и надежной. За счет того, что механизм у нас все-таки 2500. То есть, ее можно комфортно использовать до 12 граммов. Это вообще без проблем. Как бы сказать, можно и больше, но там у нас будет уже как бы влиять, что шпуля поменьше. Поменьше, там, может быть, шнурок будет потолще, да. А для вот лайтов, грамм до 12 и ультралайтовых палок там до 7 граммов, до 8 граммов микроджиговых. На мой взгляд, это вот само то размерчик, я почему его и взял этого Ванквиша. То есть, в первую очередь, размер. Во вторую очередь, наличие подшипника, которого в 16-м Ванквиша уже нету, да. Вот. В третью очередь, чехольчик. Здесь он есть, вот у Ванквиша нету. Ну и в четвертую, наверное, тоже очень немаловажную. Чисто эстетически, мне эта катушка нравится больше. То есть, такой вот у нее дизайн интересный. Сочетание черного цвета и таких вот хромированных серебристых деталей. Ну, просто эстетически она мне нравится больше. А как говорится, если на глаз нравится, то и долго на арсенале катушка это будет. На данный момент меня Ванквиш устраивает полностью, как бы сказать. Может быть, со временем какие-то будут эксперименты в плане катушек. Не могу этого исключать. Но на данный момент планов нет. Вроде бы я нашел то, что искал. Вот такую вот катушку для ультралайта и с возможностью половить в лайте. В то же время, благодаря своей надежности. Ручка, кстати говоря, здесь идет у нас промежуточного тоже размера. На С2000 ручка идет 40 мм, маленькая, да. На 2500 ручка идет 50 мм, а здесь она вот такая промежуточная 45 мм получается. Что еще можно про нее сказать, показать? Ну, можно ее, например, взвешить, да. Понятно, что как бы вес указан на сайте производителя, но есть много там неверующих фом, которые говорят, да ну как так, быть не может, ты не взвешил катушку. Сейчас я ее взвешиваю. Вот так вот. Все. Расположил. 188 граммов. Заявлено 185 плюс 3 грамма. Мы добавляем на то, что здесь у меня находится все-таки еще шнур. И еще отдельный момент. Это вес отдельных элементов. Часто на форумах встречаются вопросы, например, скажите мне вес шпули, или скажите мне вес ручки-катушки. Ну, давайте мы отдельно еще их взвешиваем, покажем. У нашего Ванквиша вес шпули 28,7, ну, почти 29 граммов. Шпуля очень легкая. Вот такая вот облегченная по максимуму. Довольно-таки дорогостоящая. Родная шпуля стоит как целая хорошая катушка. Ну, как бы и сам Ванквиш, он у нас совершенно не дешевый, да. Ну, и вес ручки вместе с кнопом 22 грамма. Ну, в общем-то, все. Посмотрели мы в нем все, что можно. Повторюсь в 150 раз, что сейчас мне эта катушка полностью устраивает. Свои поиски ультралайта-лайтовой катушки я на данный момент закончил. Мне этот Ванквиш нравится. Новый. Ну, как-то не очень. Не по дизайну, не по характеристикам. Ну, да, говорят, что у него там вроде как плавность хода стала лучше, легче старт стал. Ну, может быть, я его не видел, не могу, как бы, говорить, да. Ну, вот на данный момент мне этот Ванквиш полностью устраивается. Если понравился, то ищите. Пока что еще эту катушку можно найти в продаже. Ну, вот как-то так. Ну, что, друзья, на этом у меня все. Как сейчас, с вами был Савельф 207. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин